Ребята, всем огромное здравствуйте! Давно не было рейтинга и мы решили возобновить его. Немножко мы ушли в тематику Мираторга, каких-то гипермаркетов шашлыков. Шашлыки, кстати, еще будут куриные. Сравнивать будем с ленту с океем. Что хотелось бы сказать. Я делал опрос, где-то он был месяца три назад. Я говорю, ребята, чего не хватает в рейтинге? Чего бы вы хотели увидеть? Сделал голосование и люди почему-то заплюсовали тематику оливок. Оливок и маслины я решил начать с оливок. Во-первых, если я правильно понимаю, какое отличие оливок от маслин. Дело в том, что оливки это созревающие еще только плоды, то есть молодые скажем так, а маслины это уже такие прямо уже вот, ну вот они вот, они уже почернели, все, берите нас. Еще некий переходный период, они такие, знаете, слегка такие синевато-зеленые, они тоже очень вкусные и в магазинах они тоже сейчас продаются. По поводу того, почему я взял с косточками, потому что я считаю, что оливки должны быть с косточками. Я не считаю себя ленивым человеком, мне не напрягает меня очистить от косточки данный плод. По поводу того, где использовать. Ну, давай, во-первых, это солянка. Без солянка, без оливок или маслин, потому что кто-то разное что-то добавляет. Плюс это Наташа показывает хорошая закуска, маленький алкоголик. Во-вторых, это, да, говорит человек, у которого... ТБП просто. Потом, значит, что у нас еще есть? Ну, греческий салат. Да вообще просто оливки, это вкусно. Это шикарная закуска. С ним можно пицца. Вы вспомните пиццу. Вот я, например, пиццу без оливок или маслин я не представляю. Гожги, мой хороший. Я в заливное добавляю с языком. А, заливное с языком, опять же, да. И, конечно же, не хочется обломаться и купить что-то не очень качественное. Поэтому сегодня у нас пять претендентов. Давайте пройдемся по тому, что у нас сегодня есть. Я уже забыл, как вести рейтинг. Наташа, ты мне напоминай, если что. Слишком много воды утекло с того времени. Так, значит, первый у нас идет Иберика. 220 грамм, 199 рублей. Я вот по поводу Иберики знаю только одно, что дружи раньше, я так понимаю, что их рекламировал масло. Я не знал, что они делают еще оливки. Мы увидели, почему бы нет. Продукты написано Product of Spain. То есть это, я перевожу вам, ребят, это продукты из Испании. Давайте еще прочитаю. Wall Green Lives. Вот еще вот так вот. Да блин, мне самому тошно от своего английского. Ладно, не буду вас задалбливать. Иберика у нас обойдется за килограмм 904 рубля. Вот такой вот замечательный ценник. Дорого. Маринованных огурчиков можно купить на эти деньги. Но мы говорим о конкретном продукте, поэтому бомбить здесь бесполезно. Дальше идет компания ИТЛВ. Она у меня с самого детства на памяти, потому что я еще мелкий был, а мама покупала эти маслины и оливки. И ИТЛВ, это как, знаешь, почему-то вот с детства осталось что-то такое вот добротное. Как старая фирма. Да, да. Старая фирма, которая не кончилась, как минимум. Итак, ИТЛВ, надеюсь я правильно произношу, за 120 грамм попросит нас 110 рублей. Но вот я скажу, что по весу 220 грамм, вот это большая банка на большую компанию. Мне вот обычно хватает вот такой вот коробочки. Но по стоимости за килограмм мы понимаем, что ИТЛВ обойдется в 916 рублей. Далее у нас идет Бендуэль. 120 грамм 105 рублей. Ну что про Бендуэль говорить? Это мастодонты. Это мастодонты, которые делают шикарную кукурузу, которые делают шикарный горошек. Там, хотя вы знаете, по-моему мы что-то с тобой после. Но мы перетест сделаем. Перед Новым годом будут эти все сюжеты, опять горошка. И Бендуэль все зависит от партии. Я вам это расскажу, потому что со мной связался человек, который раньше работал на этом заводе. У меня целая вот от него писанина есть. Я вам расскажу, как там все это интересно происходит и от чего зависит качество в компании Бендуэль. Но вообще они красавцы. Я не видел, чтобы они делали оливки с косточкой, но они также делают и с косточкой и без. Ну вот, взяли, давайте потестим. Из того, что здесь есть, я пробовал только, пожалуй, вот это и ТЛВ. И, соответственно, ТЛВ обычно я и беру. Так, что дальше у нас идет? Дальше у нас идет Грин Рей. Правильно? Да, Грин Рей также делает всевозможную фасоль. Он делает... Огурцы, да. Ну что-то я не могу сказать, что я запомнил, что это какой-то супер качественный продукт. Почему-то у меня очень какой-то среднячок. Такого прям жидкого... Ой, жидкого. Сильного негатива нет, но все равно. А жидкого негатива нет. А жидкого негатива нет, да. Грин Рей 220 грамм, 199 рублей. То есть, стоимость такая же, как и у Берики. И обойдется за 1 килограмм 904 рубля. Здесь уже написано, что если здесь у нас это продукт Испании, это у нас продукт product Greece, Греция. Оливки с косточкой Гигантус. Гигантус. Вот такой мужик нарисован. Надеюсь, речь идет об оливках, потому что здесь их две нарисовано. Это Аполлон. Это Аполлон? А, и правда Аполлон. Слушай, ты мне и про царь пушку говорила в паузке. Потом оказалось, что... Ой, царь колокол. Все, ладно. Последнее, что идет, это Maestro de Oliva World Green Lives. Гигантский опять же написано. Продукт Испании. Стоимость его за 220 грамм 253 рубля. И за 1 килограмм 1150 рублей. Что я жду от сегодняшнего выпуска? Во-первых, понять, есть ли смысл переплачивать. Посмотреть, что по качеству у нас здесь. И, соответственно, сделать какие-то выводы вместе с вами. Понимать, какие оливки можно покупать или нет. Ребят, давайте сделаем так. Если тематика оливок вам еще интересна, ну, маслин, например, да. Давайте наберем небольшое количество лайков. Я не буду там 20 тысяч. Нет, давайте 5000 лайков, это даст мне понять, что надо делать маслины. Что эта тема для вас актуальна. И это, да, сделаю обязательно. А если это никому не интересно, значит, будем двигаться дальше. Пельмеши скоро, кстати, будут. Все, я ухожу, Наташка раскладывает по пяти. Значит, блин, ребята, я так по рейтингу. Мне кажется, что рейтинг смотрят определенно другие люди. Я, люди, которые смотрят только рейтинг, я, по-моему, соскучился, честно. От души, погнали. Давайте приступим к дегустации. Да, многие спрашивали, что сзади меня вот этот, что это за цветок. Это называется клематис. Мама занимается садом, я вообще не понимаю, что тут такое. Тут гейхеры какие-то растут, еще какие-то матные слова. Ну, слушай, гейхеры, название хрен забудешь. Я тебе не знаю вообще, как проходить мимо него. Хочется сменить дачу, хотел сказать. Давайте погнали. Значит, первый и пятый у нас не отличаются гигантизмом. Эти у нас большие, огромные, вот хорошие. Мне вот такие вот оливки очень нравятся. Но зато в таких обычно максимум вкуса. Давайте попробуем. Тут докапываться по каким-то еще критериям нету. Ну, что, мы покажем вам, как это все выглядит. И, собственно, будем дегустировать. Давайте номер один. Номер один. Пока у меня встает это сюда, но это не самый хороший экземпляр. Почему? Во-первых, горько-кислый вкус. Нет, они должны кислить немножко, да? Но здесь прям с переизбытком. Очень большие кости, есть абсолютно нечего. Такое я бы не добавил ни в солянку, никуда. Для меня это нет. И вкуса здесь вот оливочного такого, ну, оливкового, да? Ой, нет. Вот, ну, вот, знаете-ка, ешь, давай, насыщенный вкус. Здесь этого насыщенного вкуса, к сожалению, нет. Пока встает сюда. Дальше у нас идет номер два. Эти уже, конечно, большие такие. Так, кстати, надо сказать, что удобно. Все упаковки открывались с помощью собственного ключа. То есть не нужна открывашка, ничего. Давайте попробуем номер два. Слушайте, а какие-то здесь были... А, вот эти, подожди, это тигровые какие-то. Погнали. Номер два. Определенно эти оливки мне нравятся. Пока ставлю их на первое место. Что хочется сказать? Мясистые, есть вкус. Вот этой вот кислой горечи нет. Ну, они кислые, как бы, да, может быть, немножко даже с переизбытком. Но горечи нет, поэтому нормально. Ешь, понимаешь, что хотя бы ешь... Мясистые. Вот что я сейчас сказать? Мясистые оливки, ребят. Камон. Камон нельзя говорить. Камон говорят, что я пародирую кого-то, как говорю. Камон. Без Камон. Буду говорить Хамон. Отлично. Пока первое место. Молодцы. Да, и послевкусие приятное. То есть вопросов нет. Номер три. Эти оливки отличаются пятнистостью. Я не знаю, с чем это связано. Они все, надеюсь, сейчас на камере будет видно. Они в такую точку небольшую. Может быть, это какой-то некий сорт оливок. Еще что-то. Да, они, кстати, чувствуются, что они мягче, чем вот эти даже на ощупь. Вот эти плотные-плотные, это вот немного мягкие. Ну, не знаю, давайте попробуем. Номер три. Пока ставлю на второе место. Опять же, солоновато-горький привкус. Очень мягкие. Они именно, знаете, как по ощущениям, как маслины. О, телефон упал, отличная новость. Они, как по ощущениям, как бы вам так объяснить. Знаете, вот бывает, купишь некачественные маслины. Черные, без косточек. Вот они бывают такие, знаете, прям жидкие. Вот здесь то же самое. Есть особо нечего. Косточка очень большая. Вот с этим не сравнится. Ставлю на второе место только потому, что они хотя бы побольше, чем номер три. Дальше поехали. Номер четыре. Да, и после них, ребята, очень неприятное послевкусие. Оно немного горькое. Да, да, да. Прям вот, ну, неприятно, честно. Даже, кстати, после такого, после этих особо такого не было. Ну, пустят на втором стое, хотя бы здесь побольше их. Но я бы такой не купил. Пока я купил вот только номер один. Номер четыре. Вот он, вот они плотные. Вот они, я чувствую, что это сейчас будет приятно есть. Запах нормальный. Погнали. Номер четыре. Вот это вышаг. Это первое место. Значит, смотрите, они мясистые. Это, знаете, золотая середина между очень жесткими. И очень мягкими. То есть они едятся. Можно так сказать едятся? Кушаются. Не, кушаются дети, кушаются. Короче, естся это все легко. Они мясистые, хорошие. Нету пересола. Нету слишком большого избытка кислоты. Вот это идеально. Вот это не дотягивает тут буквально чуть-чуть. Но тоже, в принципе, рядом. Остался последний претендент. Это номер пять. Маленькие оливки. Кстати говоря, вот плотнее они, чем номер. Ну да, вот эти мягкие-мягкие. А вот эти прям плотные. Погнали. Номер пять. По ощущениям, это абсолютно то же самое, что номер четыре. Такой же вкус. Я ставлю на второе место. Мясистые. Они, единственный минус, в чем они проигрывают, то, что они маленькие. Но это уже, знаете, для кого как. Может быть, кому-то в суп удобно такие положить. Я, например, обычно кладу, если солянку, делаю вот такого плана. И вы знаете, я когда делал, по-моему, солянку, я добавлял оливки или маслины, что это было, не помню. Люди говорят, зачем с косточками? Вот Наташа тоже с косточками не добавляет. А мне почему-то нравится так. Я понимаю, что это может быть неудобно есть, потому что ты ешь там ложкой, да, еще что-то ковыряться надо. Мне не доставляет дискомфорт, но мне кажется, вкуса получается больше. Все, мы закончили, господа. Что у нас получается? Номер 4, номер 5, разницы вообще почти нет. Вот нулевая, кроме как размер. Дальше идет номер 2, тоже более-менее. И номер 3, и номер 1, ну, не пришей к кобыле хвост. Ну, правда. Ну, я не могу сказать, что это очень качественный продукт. Одни так вообще, конечно. Вот эти вот, ну, просто ужас. Горький-горький вкус. Я ухожу, Наташка расставляет. Ну что ж, давайте посмотрим на сегодняшних победителей. Так, это Бандюль первое место или что? А, это последнее место. Иберика. Ну что, Иберика норм. Иберика хорошо, Иберика молодцы. Вопросов никаких нет. Вопрос только, по-моему, сейчас к цене у нас будет. А что мы от них еще покупали? Что-то тоже брали же, да? Оливковое масло или что-то такое было. Иберика 199 рублей. Ну, вот, кстати, Маэстро при всем при этом стоит 253 рубля за банку. А тут как бы разница-то есть. Так, давайте сначала. Иберика. Молодцы? Вопросов нет. Но Иберика за килограмм стоит 904 рубля, а Итлв стоит 900... А, 916. Ну, короче, это оба качественных продукта абсолютно одинаковых. Ну, тут написано... А, ну, видите, здесь продукт Испания написано и здесь продукт Испания. То есть, наверное, там вообще-то одинаковые абсолютно. По вкусу ничего не поймете, вы никакой разницы. Только по размеру. Вопросов, что к Иберике, что к Итлв, у меня абсолютно нет. По стоимости бомбить бесполезно, блин. Но они все дорогие. Ну, вот, дальше идет Маэстро, да? Маэстро 1150 рублей за килограмм. Но я не вижу смысла покупки этого продукта. Нет, он нормальный, он неплохой. Хотя тут тоже, видите, Испания делает. Но, как на мой взгляд, оно не дотягивает вот до этого качества. Хотя тоже, в принципе, норм. Дальше у нас идет Грин Рей. Грин Рей 904 рубля за один килограмм. Это вот это вот, да, у нас? Я не знаю, как они их, ребят, делают. Но это вот Наташка показывает. Ну, правда, это... Да, да, да. Но это вот, ну, я не знаю, почему. С чем связано это, а? У них и горошек, по-моему. Оно, оно... Да, и горошек мы тоже брали. Мы его перетестим в этот раз. Поймите, у него ощущение пересоленной горечи. На послевкусии. Ты понимаешь, что это хочется... Вот, знаете, обычно берут под вино вкусное, да, оливочку. Еще под что-то там. Ну, давайте там не будем углубляться в этот момент. Но вот это испортит вкус вина, я вам точно говорю. И солянку тоже, да. Потому что это горечь будет. Зачем это надо? Нет, это вот этот продукт... Тут хоть случайно этот наш любимый этот Роснадзор не поставил. И Роскачество не поставил свою лычку, что они проверили. Они любят на такие продукты ставить, что они проверили. Покупайте, народ. В общем, нет, мне не понравилось. Ничего там не имею против GreenRay. Может быть, как бы они так делают просто свою продукцию. Просто 904 рубля за килограмм я тратить за это не готов. Абсолютно точно вам говорю. Лучше переплатить. А последний у нас идет Banduelle. Ну, вот это, конечно, просто до свидания, Banduelle. Ну, просто до свидания, Banduelle. Сколько они берут? Сколько они берут? Берут они Banduelle 870. Да, это самые недорогие оливки. Но они... Что, свет? Да, но они по вкусу не очень. То есть они абсолютно никчемные. Они маленькие, они мягкие. Вот с этой вот горечью непонятной. Я бы не стал их покупать. Это лично мое мнение, которое составлено именно по вкусу. Я еще раз повторюсь, те, кто не смотрят рейтинги, я не смотрю предварительно, что где стоит. Тогда пропадет интерес данного рейтинга. Я пользуюсь только своими органолептическими, скажем так, чувствами. То есть я пробую, ощущаю, нюхаю и все. Нюхаю, боже мой. Вот, а потом уже делаем выводы. Вот выводы сегодня сделаны таким образом. Вы вправе со мной согласиться или нет? Напишите, какие годные, если есть еще оливки. Напишите в комментах по такой ценовой категории. Потому что я знаю, я могу сейчас банки тут и за 700 рублей купить. В ленте продаются. И в окее продаются, и за 600, и за 800, и за 900. Если будет интересно, мы проверим, чем они отличаются. Может, вообще разницы никакой нет. 1100 баночка стояла, да. Но это там вообще как бы вышаг по ходу дела. Вот такой вот получился рейтинг, ребята. Делайте выводы. С вами был, как всегда, Алексей Грильков. Подписка на основной канал. Ссылка на группу ВКонтакте будет в описании. До вкусных встреч. Пока. Да, набираем, короче, 5К и делаем уже тогда маслины. Чойненькие маслины. Последние солнечные дни, летние. Да, у нас сегодня, короче, конец лета. Грустно чертовски. Ну, что делать. Все, ребят, пока. Всем хорошего настроения.